Высокий уровень рождаемости в Одинцовском районе диктует современные требования к медицинскому обслуживанию беременных женщин и новорожденных. Круглый стол общественной палаты по вопросу материнства и детства – это возможность озвучить проблемы, задать вопросы и напрямую пообщаться со специалистами в области родовспоможения и ухода за новорожденными. Заведующая женской консультацией Одинцовской ЦРБ Лариса Бархатова рассказала о порядке предоставления и перечне медицинских услуг для женщин, которые находятся на учете по беременности, а также выдачи льготных лекарств и витаминов. По закону на одну будущую маму предусмотрены 900 рублей. Витамины и препараты на эту сумму можно получить в аптеке на улице Маковского, дом 8. Главный врач Одинцовской районной больницы Ольга Месюкевич дополняет – главное в предродовой период – здоровое питание и свежий воздух. Уже несколько лет действует школа будущих мам, которая, по словам главврача, будет модернизироваться. Если есть желание у мужчины, который тоже ждет ребенка, ровно так же, как и женщина, присутствует на этих занятиях вместе, я считаю, что такие курсы должны быть. Мы должны дать предложение нашим и папам, и мамам. Школа мам у нас работает, работает она уже очень давно, очень давно. У нас принимают участие и проводят занятия. Кушают гинекологи, педиатры, врачи, ведут это психологи. Это у нас есть. Около 5,5 тысяч родов ежегодно, до 25 родов в день. В таком режиме работает Одинцовский роддом, который входит в топ ведущих медицинских учреждений Московской области в планах открытия отделений второго этапа выхаживания новорожденных и реанимации. По словам Ольги Месюкевич, в приоритете всегда мама. У каждой роженицы своя история и задача врача – оказать должную медицинскую помощь. Те методики, которые мы внедряем, мы охватим сейчас все виды. Хотите вертикальные роды – не вопрос. Мы сегодня провели первый вертикальный род. Достаточно успешно. Мы на опережение работаем. Мы поехали, мастер-класс, посмотрели, сняли. Сейчас садимся, 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 садимся. Он говорит, смотри, сделаем. Не вопрос. Родный владеет, джакузи закупается. Но я что хочу сказать. Знаете, дома и стены помогают. Современные методы родовспоможения, лечения бесплодия, медицинское обслуживание детей, прикрепленных к детской поликлинике и педиатрическому отделению клинической больницы номер 123 – вот лишь малая часть вопросов, озвученных на встрече. Представители общественных организаций интересовала ситуация с медицинским осмотром детей, поступающих в сады. Как отметила Ольга Месюкевич, очень важно информировать жителей о возможностях и услугах медицинских учреждений района. И в этом вопросе неоценима помощь общественных организаций. Мария Подгипольская, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».